здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в девятнадцатом уроке видеокурса настройка сложного шаблона лендинг пейдж от а до я и мы продолжаем с вами работу и у нас теперь вкладка пользовательский код и мы с вами посмотрим на примере вставки счетчика посещаемости который будет отслеживать ваших посетителей на сайте сейчас я продемонстрирую в какой именно поле нужно вставлять и как там регистрироваться значит переходим вот на этот сервис live интернет если вы с этим хорошо уже знакомы то можете перемотать данную часть урока те кто совсем первый раз смотрите внимательно значит live интернета предоставляет нам счетчик для сайтов тут не только счетчик тут на самом деле большая статистика есть нам нужно сначала наш сайт новенький наш сайт сюда добавить кликайте на кнопку получить счетчик и давайте заполним поля значит здесь понятно адрес сайта первое поле я оставляю свой адрес вы свой пишите название сайта то есть о чем у вас сайт здесь пишите свой рабочий email пишите какой-нибудь пароль повторить пароль ключевые слова если хотите через запятую то есть ключевые слова вашей тематики вашего лендинга да о чем то есть ваш лендинг также выбирайте статистика доступным паролю или общедоступная подписку можете оставить можно нет язык русский участвовать в рейтинге если участвовать выберите категорию то есть который категории подходит ваша тематика вашего лендинг сайта потом нажимаем дальше проверяем все ли у нас тут хорошо потом кликаем зарегистрироваться потом кликаем получить счетчик здесь смотрите какой счетчик вам лучше подойдет какой вам нравится и определились именно с внешним видом какой он вам подойдет то есть можно вот так . выбирать какой вам нравится да вот определись какой вам подходит я например вот этот и теперь как сменить цвет кликаем прямо по счетчику который вас заинтересовал а здесь уже идет цветовой диапазон счетчиков то есть можно подобрать под ваш цвет вашего лендинга да но я беру просто тут наобум вот такой счетчик должна давайте концу такой вот он видите тут сменил цвет спускаемся в самый низ и кликаем получить html код счетчика вот у нас данный код вы аккуратненько целиком его копируете скопировали значит код счетчика переходим в админку нашего рабочего сайта переходим пользовательский кода и вот самое нижнее если вы хотите чтобы счетчик располагался внизу сайта как правило его там и располагают то вот последнее самое поле здесь вы просто вставляете данный код давайте нажмем сохранить придем на сайт обновимся и наш счетчик показан видите вот здесь слева в углу тут у нас показано 0 потому что мы его только установили и к нам сюда еще никто не зашел а он здесь будет подсчет ввести потом этот счетчик сколько народ зашло также потом у вас когда народ пойдет вы можете кликнуть прямо по счетчику там ввести пароль и сайт при регистрации в life интернет который вы использовали и там уже более детально смотреть с каких поисковиков откуда с каких ресурсов к вам люди переходили то есть полная полная статистика здесь остался последний нюанс если вы хотите чтобы счетчик был по середине вот так внизу нам нужно прописать тег центр давайте это сделаем переходим в админку кликаем мышкой чтобы курсор мигал в начале кода на английской раскладке клавиатуры ставим с зажатым шифтом вот такие вот две скобочки они находятся на клавиатуре на букве b и и между ними по-английски пишем центр написали центр смотрите это мы открыли как бы код нам нужно в конце кода его закрыть смотрите выделяете вот так вот целиком как я центр вместе с кавычками скобками вот этими до копируем и вставляем самый конец нашего кода и не забываем сделать вот такую косую черту после первой этой скобочки как вот здесь вот тоже видно видите скрипт то есть мы закрыли данный код сохраняемся обновляем страницу и видим что наш счетчик видите он перенесся в середину то есть он теперь симпатично смотрится здесь в принципе здесь все самое важное как вставлять необходимо какой-то код или все сс здесь мы с вами уже прошли переходим на следующую вкладку следующее поле это уже для профессионалов кто разбирается все с стилях здесь можно добавить собственный класс так что здесь мы пропускаем это следующие у настройки мы с вами уже прошли как размещать картиночки свои в какой папке находится и у нас здесь осталось внизу последнее поле которую мы не разобрали переводится как активируйте эффект при наведении на изображение и выпадающей списке да нет то есть думаю что прикольно будет если у нас будет эффект при наведении если не нужно каких эффектов ставим нет итак мы с вами закончили внутренние настройки шаблона и у нас в следующих уроков пойдут значит возможности аддоны там достаточно много всяких элементов и short коды на этом я заканчиваю данный урок и увидимся в следующем